Смотрите, во-первых, скажу, что автомобильная программа, которая сейчас запускается, это еще не та автомобильная программа, которая у нас зафиксирована в маркетинг-плане. Андрей, когда план считал, помните, было, что 1% от ваших накоплений, начиная с уровня менеджера, вам откладывается на полочку для будущего автомобиля подарок от компании. Там, где и Mercedes E-класса дарят, и Porsche не дарят, как Светлана видела в Китае. Вот это еще не то. То начнется, начиная с уровня менеджера. Та автомобильная программа, которая стартует сейчас, это лишь промоушен, для того, чтобы бизнес в нашей стране стартанул еще быстрее. И если честно, я когда цифры посчитал, я понял, что эту программу можно назвать не автомобильная программа, а программа, которая называется «Заработай себе на квартиру и параллельно получив подарок автомобиль». Потому что, идя по дороге к автобонусу, вы еще и деньги зарабатываете, причем довольно хорошие. Компания предложила нам поучаствовать в промо-акции и получить три варианта автомобиля. То есть, автомобили, количество неограниченное. Компания будет вручать автомобили в Москве на большое мероприятие. Задача, чтобы эти автомобили были новыми. То есть, компания за свой счет, на зафиксированную сумму вашего бонуса, купит вам автомобиль. Причем, автомобиль может быть такой, какой вы хотите. То есть, компания здесь нас не ограничивает с выбором марки, с выбором модели. Если, например, вы хотите автомобиль, который стоит миллион пятьсот, а вам контора дарит миллион двести, но вы можете добавить триста тысяч из своих, и компания вам добавит необходимый миллион двести. То есть, нас с вами интересуют три суммы, на которые компания будет дарить автомобиль. Первая сумма подарочная, это шестьсот тысяч рублей. Вторая сумма подарочная, это один миллион двести. И третья сумма подарочная, это автомобиль за два миллиона четыреста. То есть, три этих суммы компания готова подарить вам за проделанную работу. Так как мы рынок начинающий, задача компании как можно быстрее, чтобы нас стало больше. Компания хотела бы, чтобы мы с вами на примере этого автобонуса поняли фишку о геометрической прогрессии. Потому что в этой автомобильной программе невозможно участвовать одному. Какой бы вы говорили, вы не были, какой бы вы красивый не были, но один вы тут ничего не сможете сделать. Задача этой автопрограммы научиться работать в команде. Потому что, смотрите, для того, чтобы получить первый автомобиль за шестьсот тысяч рублей, вам необходимо, чтобы в вашей малой ноге, то есть у вас же две ноги, одна побольше будет всегда, другая поменьше, чтобы в малой ноге прибавилось сто тридцать тысяч пиви за период акции, период акции, я напоминаю, это с октября по март включительно, шесть месяцев. Сто тридцать тысяч пиви в малой ноге, и при этом условии вы получаете автомобиль за шестьсот тысяч. Друзья, если вы понимаете, что на данный момент не так много людей у нас покупает продукт, который в пиви, то я предлагаю нам упростить для расчета задачу и посчитать эти пиви именно по количеству новых партнеров. Кто мне напомнит, сколько у нас один контракт в пиви? 275. 275. Если мы сделаем совершенно простые расчеты, ки-сто тридцать тысяч пиви разделим на 275, мы получим, что 473 человека у вас должно появиться в вашей малой ноге. А так как эта нога малая, получается, что в большей минимум еще столько же, правильно? То есть прирост вашей компании для получения этого автомобиля должен быть 946 человек. Как вы понимаете, какой бы умный вы ни были, за шесть месяцев лично заспонсировать 946 человек невозможно. Цифру зафиксировали, она нам понадобится чуть позже. Для получения второго автомобиля за миллион двести в вашей малой ноге должен быть прирост 240 тысяч пиви. Если мы точно так же пересчитаем это на контракты, то в малой ноге должно быть 873 человека. А суммарно прирост должен быть минимум 1746 человек в вашей команде. И для получения самого дорогого автомобиля необходимо им обману в малой ноге 500 тысяч новых пиви за шесть месяцев. Если это в людях, то это 1818 человек в малой ноге и суммарно минимум 3636 человек. Цифры на самом деле, как вы видите, большие. То есть прирастить в команде 3636 человек за полгода, ну кажется много. Можно я вам для мотивации сейчас включу одну аудиозапись, чтобы вы поняли, что 4000 человек за полгода прирастить для профессионального сетевика это вообще ничего не стоит. На самом деле, друзья, самые мощные лидеры, которые будут в бизнесе гремлив, они на данный момент про наш бизнес, скорее всего, даже еще и не слышали ничего. Я сейчас включу одну аудиозапись, и для вас будет очень показательно. Прошу сразу не завидовать, потому что это человек не мой, ну смысл не то, что он не мой, это не мой человек, да, а человек моего человека. Так, все, сейчас я постараюсь включить запись. Что вы ответили мне и учили вам признаться, но меня зовут Наталья Копович, и я, в принципе, в свое время все руководители, которые сейчас есть, были мы, с большими статусами, это были люди в нашей структуре, в компании, и дружи. Мы с Алексеем, с моим мужем сделали рекорд в свое время. За год мы построили в Кирпе более 400 тысяч человек. И этот рекорд никто не повторил. Я сейчас приняла решение сотрудничать с компанией Greenleaf. Мне это нравится, мне это интересно. То есть вы все услышали, да? То есть сейчас заходит в бизнес кому-то из нас человек, у которого за год было подключено в другом проекте 400 тысяч человек. Как вы думаете, для этого человека есть хоть какая-то проблема за полгода на колбасе в 3600? Вообще никакой. Поэтому, друзья, может у некоторых из вас сложится случайная ситуация, что вам в одну ногу придет вот этот человек, а в половине зала это будет ваш бизнес, в половине зала, кстати. Вот. А во вторую ногу придет еще такой же. И тут вы даже вообще не заморочитесь по этому поводу, это все закроется. Но давайте мы будем все-таки рассматривать ситуацию, что мы берем и надеемся только на себя. И теперь, чтобы вас эти цифры не шокировали, я вам приведу очень простой расчет. Потому что задача компании показать нам с вами, как работает геометрическая прогрессия. Вот Андрей расшифровывать не стал, но маркетинг-план у нас был немного изменен, как вы знаете. И он был улучшен в пользу бонусов и в пользу выплат активным инвесторам. Помните, раньше было как по бинару, да, выплаты? От 1% и 0,5% до 40-й глубины. Но в бинарной системе, в первой глубине у вас сколько человек? Два. Во второй? Четыре. В третьей? Восемь. В бинарной системе может быть третья нога вот здесь? Нет. То есть геометрическая процессия в бинаре на третьей глубине дает 8 партнеров. А вот теперь представьте, что вы активный инвестор, и у вас не 2 человека подключено, а 10. В первой глубине у вас в лейном маркетинге может быть 10? Да легко. У них может быть по 10? Это уже 100. У них может быть по 10? Это уже 1000. То есть 8 и 1000. Представляете, какая разница между бинарным маркетингом и линейным маркетингом? Но для того, чтобы все росло, используется бинар. А для того, чтобы мы зарабатывали проценты, используется линейная система, что намного выгоднее. И, соответственно, для автомобильной программы здесь логика та же самая. Для того, чтобы в ней участвовать, там необходимы именно личники, а для того, чтобы получить автомобиль за 600 тысяч рублей, у вас даже команда перевести на 946, но из вот этого количества, лично ваших людей, должно быть приглашено 10 человек. То есть хотите тачку за 600? Будьте любезны, научитесь за полгода и пригласите 10 партнеров. Хотите автомобиль за 1 200 000? Будьте любезны, научитесь пригласить 20 человек лично. Но если вы хотите попретендовать за автомобиль за 2 400, необходимо за полгода пригласить 40 человек. Все абсолютно реально, если вы находитесь в динамике. Но я напоминаю, что помимо подарочных денег на автомобили, вы же еще и наличку зарабатываете. Если вы справляетесь с условием этой квалификации, у вас закрываются бинарные пары, то по дороге к этому автомобилю здесь вы зарабатываете минимум полтора миллиона деньгами. И получаете автомобиль. То есть это однушка в Омске и автомобиль. Недорогой, но тем не менее новые салоны. Если вы забираете автомобиль за 1 200 000, здесь вы по дороге зарабатываете около 3 миллионов рублей. Ну а забирая автомобиль за 2 400, вы за счет роста команды бинарных пар зарабатываете около 6 миллионов рублей. То есть реально за полгода можно заработать 6 миллионов на хорошую квартиру и еще и автомобиль за 2 400 получить. За полгода каждый из нас, используя геометрическую прогрессию, может кардинально поменять условия своей жизни, комфорта и прочее. А теперь перейдем к цифрам. Давайте мы с вами сразу посмотрим по максимуму и нацелимся на то, что нам необходим автомобиль за 2 400, мы хотим заработать 6 миллионов и нам для этого нужно прибавить в команду почти 3700 человек. И вот здесь все будет зависеть от того, с каким количеством партнеров вы подойдете к октябрю. Многие думают, что ой, сейчас вот проект начнется, с октября по март я начну работать, будет у меня 6 месяцев, я возьму вот этот промежуток и буду в нем пахать. Но на самом деле, для того, чтобы вот здесь пахать меньше, основную работу нужно будет проделать вот здесь, в сентябре до октября. Давайте мы посчитаем пример, что вы сидите никуда не торопитесь и начали участвовать в программе только с 1 октября. Вот 1 октября есть только вы, красивый и все. Я всегда ставлю как бы реальные цели, потому что лидер он может и 10 человек за месяц подключить, но если вы просто обычный работящий предприниматель, который вроде как и не сидит, но вроде как и не сильно много времени. Вот скажите, если работать, реально работу, 3 человека можно подключить за месяц? 10 сложно, но 1 человека раз в 10 дней можно подключить? Можно. Давайте мы эту цифру возьмем для среднего расчета, чтобы вам было проще. Если в первый месяц вы подключаете только 3, получается в первый месяц по итогам от октября вас 3 человека. Какая следующая задача, чтобы геометрия заработала? Научить этих 3, чтобы они подключали сколько? 10? 3. 10 пока не надо. То есть на второй месяц они подключают 3. Итого тут уже цифра 9, вновь подключившись. Какая задача для этих 9? Еще 3. 27 соответственно, да? Какая задача у тех? Еще 3. 81. Задача у тех еще 3, это 249. 249. И тут мы заканчиваем, это 729. 3, 729. 243, да, действительно. 243. Получается, если мы сложим, вот, знаете, в течение полугода что делали все вот эти люди? Подключали только 3, да? Не 10, не 20. Но я напомню, что чтобы получить первую тачку, вам нужно подключить 10 своих. Если вы подключали 3 в течение полугода, ну, каждый месяц, то у вас это 18 условия выполнят, то условия выполнят. Вот если мы суммируем все вот эти цифры, если каждый делает эту маленькую работу, то по итогу вот этого времени у вас в систему подключится 1092 человека в общей сложности. А сколько нам уже до первого автомобиля самого дешевого? 946. А у вас подключилось больше тысячи. И каждый делал маленькую работу, всего по 3, всего по 3 человека, друзья. А теперь, это мы рассмотрели вариант, если 1 октября вы стартули один, стартанули один, вот, ура, автопрограмма, ура, я начинаю. А давайте теперь мы подумаем, если мы с сентября будем активно рассказывать про эту автопрограмму. И, допустим, вместе с вами, 1 октября в проект включается 10 человек. Давайте посмотрим, что поменяется. Условия те же. Каждый приглашает только 3, и больше пока не надо. Первый месяц. Нас 30. Второй месяц. Это плюс еще 90. Третий месяц. Это плюс 270. Четвертый месяц. Это плюс 810. Пятый месяц. Это плюс 2430. И шестой месяц. Это плюс 7290. Итого, у вас прирост в команде 10920 человек. За эти полгода вы делали то же самое, что и здесь. И разница только в том, что вы не один стартанули первого числа, а у вас было 10 человек. Самая дорогая машина, как мы помним, это 3700 человек. При этом расчете тут 10900. Вы понимаете, да? Мы сделали очень простую вещь. Если мы возьмем и пересчитаем вот тут не по 3 человека, а по 2, вы все равно заберете самую дорогую машину. То есть, получается, что самое главное, это не то, что мы будем делать эти 6 месяцев. Там надо делать легкую работу. Самое главное, как мы стартаем на эти первые месяцы. Опять же, если мы берем этот расклад, то вы же понимаете, что человек, который пришел через 5 месяцев, он уже, например, в мае, он уже не сможет машину получить. Но только если это не вот такие люди, где по 400 человек команда. Получается, что реально получить тачку, самую за 600 тысяч, если люди придут октябрь-ноябрь, если человек придет даже в январе, он может, благодаря геометрической прогрессии, поучаствовать и побороться за первый автомобиль. Почему нужна цифра в расчете 3 человека в месяц? Да потому что, если вы хотите тачку, вы будете 10 подключать. Но когда люди придут, понимая, что они на автопрограмму уже точно не успевают, тогда у них такой мотивации, как у вас, не будет. Но рабочий темп 3 человека в месяц, это рабочий темп человека и без мотивации. Именно поэтому мы за расчет приняли цифру 3 человека в месяц. Друзья, поэтому желаю вам за сентябрь подготовиться как можно лучше, чтобы как можно больше людей стартовало в вашей команде. И я скажу проще. Если вы хотите автомобиль за 2,400, помогите партнеру в одной ноге забрать машину за 1,200,000 и в другой ноге забрать машину за 1,200,000, тогда вы автоматически получите тачку за 2,400. Для того, чтобы ваши люди забрали по 1,200,000, что им нужно сделать? Помочь своим людям забрать автомобили за 600. А для того, чтобы они забрали автомобили за 600, что им нужно сделать? Чтобы те люди помогли своим партнерам выйти на хороший доход 100-150,000 в месяц и приблизиться к уровню менеджера. Дальше, друзья, взаимопомощь нас выручит. Опять же, автомобили компания дает право выбирать. Дайте возможность поработать за вас геометрической прогрессией. С каждого маленькая работа и в итоге большой групповой результат. Спасибо, у меня все.